И вот об этой взаимной ненависти, бестуемой, в общем, лучшими и культурнейшими людьми своего времени, расскажет тоже кандидат исторических наук, преподаватель РГГУ Илья Женин. Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги. Я рад попытаться каким-то образом рассказать о том, что же из себя представляла ситуация, сложившаяся в Германии перед Первой мировой войной, и почему, собственно, казалось бы, одна из самых культурных наций Европы так повлияла на 20 век. Потому что то, что произошло с началом Первой мировой войны, предопределило весь 20 век. Первая мировая война является, безусловно, прологом ко Второй войне и ко всем тем ужасам, которые были вызваны войной. Я начну с того, что вот здесь можно увидеть, это провозглашение Германской империи. Германия появилась на карте Европы сравнительно недавно. Единое немецкое государство возникло лишь 18 января 1871 года. И мы здесь видим провозглашение Германской империи. Вот в центре находится в белом мундире Отто фон Бисмарк, ставший первым канцлером Германской империи. И почему это важно? Потому что, во-первых, провозглашение Германской империи произошло не в Германии, а произошло во Франции, в Париже, в зеркальном зале Версальского дворца, что очень оскорбит французов. И не случайно, собственно, конец Первой мировой войны, а именно подписание мирного договора, произойдет в том же самом зале, в зеркальном зале Версальского дворца по настоянию французской делегации. Это будет своего рода такой символический реванш за поражение в войне франко-прусской, как раз в это время. Что здесь нужно отметить? Что почти сразу, как только была провозглашена Германская империя, немецкие интеллектуалы, профессора, деятели науки и культуры сразу же восприняли эту победу и провозглашение единого германского государства как особое предназначение Германии. То есть с этого момента зарождается так называемая мифологема, такой вот политический миф об особом немецком пути в истории, который не сводится ни к английской, ни к французской традициям. И это существенным образом повлияет на все дальнейшие события, и в частности на события Первой мировой войны. Вот здесь один из выдающихся немецких ученых, основоположник современной социологии Макс Вебер, который в 1885 году выдвинул следующий тезис, где было сказано о том, что формирование единого немецкого государства – это лишь первый шаг. Германию ждет гораздо большее, и Германия должна доказать гораздо большее всему миру. Это не финал, а лишь начало германской мировой политики, политики, направленной на экспансионизм, то есть на захват, на реализацию особого немецкого пути. Итак, то есть, иными словами, ситуация накалялась еще до 2014 года. Фактически все в десятые годы, даже до них, рубеж 19-20 века был связан как раз с формированием вот этой особой идеологии и необходимости реализации этой идеологии в мировую политику. То есть, произошла легитимация неизбежного конфликта. Более того, было сказано о том, что либеральные и демократические установки несовместимы с немецким духом и традициями, потому что Германия должна идти своим путем. Итак, Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914 года, привела к тому, что... Вот здесь просто цитата, одна из знаменитых цитат последнего кайзера Германии Вильгельма II о том, что он не знает больше никаких партий, он теперь знает только немцев. Иными словами, происходит снятие вот этих партийных разногласий и классовой вражды внутри Германии. Как писали, зов национального долга уничтожил все партийные разногласии и классовую вражду. Происходит смерть политики и триумф неполитических целей. Как опять-таки писали очевидцы, и это был один из основных тезисов того времени, августа 1914 года, возрождение моральных и иррациональных источников национального единства, оказавшихся под угрозой в кайзеровскую эпоху материалистического расчета. То есть война виделась не только как доказательство такого триумфального шествия немецкого духа, но и как победа над материалистическим пониманием вот этого нового начавшегося XX века. Происходит такой своего рода возврат к романтическим традициям. И вот здесь вот можно увидеть это знаменитое полотно Фридриха Августа фон Каульбаха, которое расположено в немецком историческом музее. И полотно так и называется «Германия в 1914 году», в августе 1914 года. Вот такое символическое представление о Германии. Суровый взгляд, валькирии такой с безумными горящими глазами, с поднятым мечом. Вот это явное символическое выражение того, чем жило общество. Цитата. Да, были изданы так называемые речи августа 1914 года. Еще до побед на поле брани мы одержали первую победу. Победу над собой. Мы увидели возможность лучшей жизни. Каждый из нас живет во имя целого, а целый живет в каждом из нас. Наши «я» с его личными интересами растворились в великом историческом бытии нации. Родина зовет, партии исчезают. То есть происходит вот это единение. Лишним свидетельством этого является то, что происходило в Рейхстаге накануне 1914 года, в августе 1914 года. Это принятие военного бюджета, где были расписаны уже расходы на войну. И за этот военный бюджет голосует партия социал-демократов, одна из ведущих партий Германии, который отказывается от своих интерналистических позиций, заложенных еще вторым интернационалом, и говорит о том, о победе национального духа. О том, что мы должны объединиться, у нас больше нет классовых пониманий борьбы, у нас есть национальное понимание борьбы. И во имя этого мы будем вести борьбу. То есть происходит сотрудничество и партий, и интеллектуалов, и деятелей науки с властью, который получает тотальный характер. Доказательством этого является еще так называемый манифест 93. Это такая длинная цитата, это конец этого манифеста. Почему он был издан в октябре 1914 года? Манифест 93, потому что его подписал 93 ведущих интеллектуала Германии. Это были деятели науки и деятели культуры. Можем вспомнить здесь Герхарда Гаупна, Макса Либермана, художника, Макса Планка, выдающегося физика, Нобелевского лауреата, Вильгельма Рюндгена, тоже Нобелевского лауреата, и многих других деятелей науки и культуры. Здесь важно отметить, что война объединяет, а не разъединяет немцев. И интересно, что они говорят и ставят в один ряд немецкий милитаризм и немецкую культуру. То есть немецкий милитаризм всегда защищал немецкую культуру. И здесь один ряд идет. Милитаризм, Геоте, Бетховен и Кант. Это одно целое. И здесь мы не должны это различать. Еще одной такой вот знаменитой цитаты. Это выдающийся немецкий психолог, вообще считается основоположник современной научной психологии, Вильгельм Вунд, пишет в 1915 году работу, которая называется «Нации и их философии», где он заявляет о том, что английские эстетические теории носят поверхностный характер, они очень простые. Характеристики, которые давал Вунд англосаксонскому уму, пестрили такими эпитетами, как эгоистический, утилитарный, материалистический, позитивистский и прагматический. Вот это такая характеристика английской философии, которая отлична от немецкой, потому что для немецкой философии, для немецкого сознания первичной является дух, вот этот немецкий дух, о котором еще много писал Гегель. Ну и, соответственно, у французов тоже были не такие лицеприятные эпитеты, это материализм и позитивизм. Кроме того, Первая мировая война виделась как доказательство упадка и разложения европейской, западной, а точнее даже романской культуры и противопоставлялась молодой, недавно объединившейся Германии и, собственно, немецкой культуре, немецкому духу. Да, вот тоже ключевыми здесь моментами являются, что для немецких интеллектуалов была характерна критика Франции и Англии с той точки зрения, что они видели, что в Англии и во Франции победили экономические группы. То есть экономика подчинила себя политическую систему и является проводником общественного мнения. Более того, они писали о том, что ни английское, ни французское общество на самом деле не благоприятствует разнообразию за счет как раз вот этой вот демократической традиции, которая там существует. Потому что демократическая традиция приводит к такому унылой посредственности, где все упирается в среднестатистическую е, а не в индивидуальное и, соответственно, особенное. Вот в этой связи интересен памфлет такой другого выдающегося немецкого ученого Вернера Зомбарта, это культуролог, социолог, философ, который публикует работу, которая так и называется «Война торгашей и героев». Ну, понятное дело, что под торгашами здесь имеются в виду англичане и французы, а под героем, соответственно, немцы. Да, и приводится определение, что такое торгашеское мышление, что вот оно как раз правит интеллектуальной и духовной жизнью на унылой равнине общества посредственностей. В то время как герой и перечисляются все эти эпитеты, да, он не задумывается об экономике, личные интересы подчиняет общему делу. И в итоге можем говорить о том, что война уже к 15-му году принимает такой ожесточенный характер, который сохранится. Это будет война между культурой и цивилизацией, где под культурой будет пониматься искусство образования, прежде всего немецкой культурой, а цивилизация, это будет французская цивилизация, собственно, само слово французское, этимологически его придумал Мирабо, знаменитые деятели французской революции. Это хорошие манеры и светская утонченность, но они ни к чему не ведут. Это прошлое, будущее будет за германской культурой, которая молодая, энергичная и требует своего развития. И в этом смысле война была продолжением этого тезиса. спасибо большое. Спасибо. У меня один вопрос только. Спасибо за такое страшное, очень показательное свидетельство того, как страна сходит с ума. Были ли какие-нибудь прецеденты в истории, когда вот это помешательство, оно излечивалось не устраиванием вот этих рек крови вокруг себя и не поражением, универсальским договором, а просто как-то сходило на нет или проходило само собой? Ну, Вторая мировая война покажет, что такой четкой консолидации не произойдет. То есть часть интеллектуалов как раз будет отрекаться от того, что происходит в стране и не будет поддерживать. В этом смысле мне кажется, это как раз свидетельство о том, что иногда разум берет верх над мифом. И мы чем-то лучше стали с этих пор. Да. Приятно слышать. Спасибо. Спасибо большое. Илья Женин, кандидат в исторических наук, преподаватель РГГУ. Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин,